Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу, как можно вырастить крепкую приземистую рассаду томатов и других растений без применения различных, задерживающих развитие растений, препаратов, таких как Турста, Билан, ну и целая линейка есть препаратов таких. Друзья, речь пойдет сейчас о разнице температур ночных и дневных. Кто-то скажет, да, это все известно. Друзья, вот я уверен, досмотрев это видео до конца, вы вынесете для себя очень много нового и полезного, и более осознанно будете подходить к этому вопросу. Итак, в любом растении происходит два разнонаправленных процесса. Это накопление органического вещества и его расход. Друзья, вот все, что вы видите, все, что мы с вами видим и над землей, и под землей, все, что касается растений, это в основном органическое вещество, 90%, 5% это вода, еще 5% возможно какая-то минеральная составляющая. Все остальное органическое вещество. Откуда появляется в растении органическое вещество? Оно появляется в результате процесса фотосинтеза, который происходит под воздействием света. Причем не важно какого света, то ли солнечного, ну а в наших комнатных условиях, понятное дело, под воздействием вот этого света, дополнительного искусственного освещения. Интенсивность освещения влияет на количество органического вещества, которое закладывается, которое появляется в растении. Друзья, это что касается накопления. Теперь давайте рассмотрим, куда это органическое вещество расходуется. Ведь оно не просто так накапливается, а расходуется оно в основном по двум направлениям. Первое направление это нарастание, опять же, зеленой массы, нарастание корневой системы, закладка различных генеративных органов и так далее. Это первый путь, куда расходуется органическое вещество. Второй путь это процессы дыхания. Они потребляют большую часть органического вещества накопленного. И чем выше температура, тем интенсивнее растение дышит. Оно начинает, ну сами знаете, по жаре, как мы с вами дышим, а еще если мы пробежимся, то дыхание учащается. Точно так же происходит и в растении. При высоких температурах оно начинает дыхать. И на процессе дыхания начинается повышенный расход органического вещества накопленного. Друзья, в дневное время, когда у нас высокая температура, дыхание сильное. Расход органического вещества сильный. Но не надо забывать о том, что есть свет и есть восполнение. То есть расход и тут же приход. Чем больше будет освещение в дневное время, тем больше органического вещества будет накапливаться. И накопление будет преобладать над расходом, которое происходит в результате дыхания. Соответственно, еще некоторая часть органического вещества будет оставаться для общего развития растения. Что же происходит в ночное время, когда мы солнцем, светом не обеспечиваем растения, а дыхание происходит, потому что мы не понизили ночную температуру. Вот не понизим ночью температуру, дыхание будет происходить так же интенсивно, как днем. Но восполнение органического вещества не будет. И, соответственно, будет расходоваться то органическое вещество, которое было накоплено днем. А сколько его было накоплено в комнатных условиях? Да, по сути, не так и много. И растение начинает в ночное время тянуться на генетическом, на клеточном уровне, ведь растение помнит, где источник света. Он вверху. И оно начинает вытягиваться, чтобы вот это дыхание не забрало у него последние силы, чтобы оно просто не завяло ночью, не умерло, дожило до утра. Глотнуть новой порцией света, оно начинает тянуться. Вот главная причина вытягивания растений в комнатных условиях. Растение начинает искать свет ночью, потому что мы не понизили температуру. Итак, друзья, если мы понизим температуру в ночное время на 3-4 градуса, то мы существенно снизим интенсивность дыхания, и растению будет хватать органического вещества, дожить нормально до утра. Оно не будет тянуться. И утром мы увидим его в том же состоянии, в каком мы его оставили на ночь. Как же понять? Ну, я думаю, вот сейчас мы с этим вопросом разобрались. Больше я не буду углубляться даже в эту тему. Основные ориентиры я сказал, почему происходит вытягивание, и почему крайне важно затормозить процессы дыхания на ночь. Давайте теперь подумаем вместе с вами, как снизить температуру в комнатных условиях в ночное время. Ну, я из своего опыта, друзья, и из опыта моих друзей с YouTube-канала Огород Легко и Просто. Сейчас расскажу три способа, как можно понизить. Первый способ. Если у вас вот подобные батареи, радиаторы в помещении, в котором вы выращиваете, и есть вот такие вот кранчики, друзья, на ночь мы просто прикрываем. Всё, батарея ночью будет холодная. Соответственно, ночью в комнате понизится температура, и растения будут в более прохладных условиях ночевать. Если у вас не такие батареи, то просто можно радиатор накрыть каким-либо покрывалом, одеялом, старым пальто и так далее, чтобы горячая вода, которая проходит по трубам отопления, чтобы она ушла в другую комнату, чтобы она не отдала тепла вот в этой комнате, чтобы она понесла своё тепло куда-то в другое помещение, в котором не так важно и не так критично снизить температуру. Это второй способ. Ну и третий способ, друзья, к которому обращаемся в крайних случаях, это приоткрывание форточки, потому что вот у моих друзей такое было, что приоткрыли, не рассчитали, ночью мороз и рассада томатов подмёрзла. И такое тоже случается, поэтому такой способ использовать открывание форточки, окно приоткрывать, я рекомендую в крайних случаях, когда нет возможности применить первые два способа. Друзья, крайне важно поддерживать снижение ночной температуры на 3-4 градуса первые хотя бы 20-25 дней выращивания. Это как раз идёт закладка цветочных кистей на томатах. От этого зависит, куда растение будет расходовать свои силы, то ли на вытягивание и на дыхание, то ли на закладку цветочных кистей. Вот сейчас не пропустить этот момент, позволить растению заложить цветочные кисти, а с нашей стороны при условии выполнения остальных, так сказать, условий, наверное, так скажем, выращивания, наша задача будет потом собрать обильный урожай. Но сейчас вот, друзья, помогите растениям, и они нас отблагодарят. На этом видео закончу. Надеюсь, для вас оно было полезным. Во всяком случае, я старался. Кто слушал внимательно, тот, я думаю, всё понял. Кто не до конца, может быть, понял, потому что я, может быть, где-то запутанно рассказывал, друзья, пересмотрите, пожалуйста, его ещё раз, это видео. Но, понимая вот эти глубинные процессы, мы с вами обязательно будем выращивать самые-самые лучшие, не только томаты, но и все другие растения. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok